По аналогии с группой поворотов на плоскости SO2 можно построить группу поворотов в трёхмерном пространстве. Она называется SO3, специальная ортогональная размерности 3. Инвариантной при операции группы будет ту же сфера, или говоря на языке векторов, не будет меняться длина вектора, исходящего из начала координат. Группа SO3 содержит ортогональные матрицы размером 3х3 с единичным детерминантом. Ортогональные матрицы – это матрицы, для которых выполняется требование, что транспонированная матрица равна обратной матрице. Такие матрицы при умножении на вектор не меняют его длину. Возьмём какой-нибудь вектор с декартовыми координатами x, y, z. Квадрат его длины можно найти как скалярное произведение вектора с самим собой. В матричной форме это умножение вектор строки на вектор столбец, то есть транспонированного вектора на исходный. Подействуем на вектор матрицы поворота R. Квадрат длины вектора находится умножением транспонированного вектора на данный. Транспонирование произведения двух матриц равно произведению транспонированных матриц, но в обратном порядке. Порядок следований множителей меняется, и мы видим, что для сохранения неизменной длины транспонированная матрица, умноженная на исходную, должна равняться единичной матрице. Или что то же самое, транспонированная матрица равна обратной матрице. Такое условие называется условием ортогональности. Ограничение на детерминант, равном единице, приводит к тому, что исключаются еще и матрицы, производящие инверсию, отражение векторов. В итоге матрицы группы SO3 осуществляют только операции поворота. Теперь у нас имеется три параметра группы Li. Угол поворота вокруг оси Х, оси У и оси З. Элементы группы SO3, RX, Ry, RZ, так же как и для группы SO2, можно представить квадратными матрицами, синусами и косинусами. Но они будут размерностью 3 на 3, поскольку умножаются на вектор-столбец с тремя компонентами, XYZ. Группы SO2 вращений в плоскостях XY, YZ и ZX являются подгруппами группы SO3. Можно найти генераторы группы SO3, взяв производную от этих матриц и приравняв в угол нулю. Как и для группы SO2, они очень простые и содержат только нули, единицы и минус единицы. Элементы группы Li всегда получаются матричным экспоненцированием генераторов группы. Заметьте, что группа SO3 неабелева. Повернуть вокруг оси X на угол αX, а потом повернуть вокруг оси Y на угол αY, не то же самое, что повернуть сначала вокруг оси Y на угол αY, а потом вокруг оси X на угол αX. RX умножить на RY не равно RY умножить на RX. То есть коммутатор элементов RX и RY, обозначаемый квадратными скобками, не равен нулю. Перемножение матриц RX и RY в разном порядке даст разный результат. В генераторах также содержится информация о том, что группа SO3 неабелева. Генераторы тоже не коммутируют. Практически все свойства группы Li заложены в генераторах. Так для любой группы Li справедливо утверждение, что если генераторы не коммутируют, то группа неабелева. Поскольку экспоненты связывают элементы с генераторами, то мы можем записать последовательность двух поворотов в виде умножения двух экспонентов. Может показаться, что мы можем воспользоваться свойством экспоненциальной функции и переписать выражения, сложив аргументы. Но данная формула несправедлива, если операторы в показателе экспонент не коммутируют. Линейный оператор коммутирует относительно сложения, но не относительно умножения, поэтому мы не можем просто так перейти от умножения к сумме. Если такое необходимо, то придется воспользоваться формулой Бейкера Кэмпбелла в Хаусдорфа. Ну и напоследок покажем, как приведенная математика может использоваться в компьютерной графике. MATLAB, конечно, не для компьютерной графики предназначен, но в нем удобно перемножать матрицы. Зададим координаты восьми вершин куба. Матрица генераторов группы SO3. Небольшие углы поворота вокруг осей XYZ. Поворот куба осуществляется одной строчкой, простым матричным умножением элементов группы на прямоугольную матрицу координат точек. Далее идет только отрисовка линий. Вот что получается при запуске программы. Заметьте, что в программе нет ни одного косинуса или синуса, лишь матрица с нулями и единицами. Субтитры подогнал «Симон»!